Ну и вот мое любимое в этой теме, это вот такой, я не назову это анекдотом, но где-то фактически юмор определенный, хотя, наверное, тоже юмор здесь неуместное слово. Хочешь вернуться в Россию? Нет. А мы у тебя имущество конфискуем? Нет. Ну тогда обратно не пустим все равно? Нет. Ну тогда расстреляем. И сейчас не хочешь вернуться? Нет. Ну почему? Ну вот, ну почему? Ну почему? И сейчас не только этот вопрос и много других вопросов я буду адресовать. Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик с нами на связи. Дмитрий, очень рада вас видеть. Доброе утро. Здравствуйте. Да, спасибо. Приветствую вас. Да, и хочу с вами обсудить эту тему. Я вот смотрю, как Володин аргументировал вот такую свою идею. Он сказал, что существующих мер реагирования на, цитирую, оскорбления России недостаточно. Поэтому нужно решать вопросы более кардинально. Я вот нашла хронологию определенных событий и тезисов, которые звучали. Володин конфискация имущества. Режиссер российский, возможно вы его знаете, я не знаю. Сергей Никоненко вообще предложил расстреливать уехавших из России артистов. Медведев призывает не пускать обратно предателей, как он их называет. Ну и тут говорит Песков, что власти должны поступать так, чтобы уехавшие из Российской Федерации граждане захотели все-таки вернуться. Я понимаю, что немножечко абсурдная все-таки какая-то риторика вырисовывается в финале того, что я озвучила. Но я хочу все-таки, Дмитрий, у вас спросить, какая все-таки цель и какие намерения преследуются вот таких вот заявлений? Потому что вернуться в Россию навряд ли после таких заявлений кто-то из тех, кто выехал после 24 февраля, кто-то захочет. Потому что все-таки вот такие какие-то ограничения, не просто ограничения, а даже в какой-то мере и угрозы, они не вызывают желания абсолютно ни у кого возвращаться туда, где тебе говорят, что даже когда ты вернешься, все-таки с тобой будет проведен определенный процесс каких-то таких разборок. Какие намерения вот таких вот заявлений, по вашему мнению? Ну, здесь все очень просто. Им важно поддерживать атмосферу террора внутри страны. Поэтому, когда они делают такие заявления, совершенно очевидно, что многие люди, которые находятся внутри, начинают бояться потерять собственность. Потому что если сегодня такая риторика направлена в адрес уехавших, значит, завтра это все может поменяться и коснуться тех, кто остался. Ну и, конечно, заткнуть тех, кто уехал максимально, так сказать, создаваемые вот такие проблемы с недвижимостью. Так что цель очень простая. Всех запугать, всех заткнуть, до кого могут дотянуться. Но при этом я пока, честно говоря, не могу со стопроцентной уверенностью гарантировать, что они примут подобный закон. Потому что я знаю и другую дискуссию, которая ведется не публично, а она очень простая. Что если в России отменить окончательно право собственности, конституционное право, то отбирать будут, конечно же, не коммунальные квартиры политических активистов, уехавших. И не маленькие апартаменты их родителей, родственников. Скорее всего, это коснется уже собственности олигархов, бизнесменов, чиновников, депутатов. Там же тоже можно найти предателей, которые когда-нибудь ставили лайки под постами Гудкова, Навального, Яшина и кого угодно. И можно всегда сказать, смотрите, они наши скрытые предатели. Давайте у них тоже чего-нибудь отнимем. А у них есть что отнять. У них дворцы, у них огромные квартиры дорогостоящие, у них недвижимость, акции всяких разных компаний. Поэтому это достаточно сложное решение, и понятно, что сейчас идет дискуссия, публичная дискуссия идет, публичная дискуссия направлена именно на граждан, чтобы их запугать, и внутренняя дискуссия для того, чтобы это решение провести. Но это будет сделать непросто. И вы не исключаете, Дмитрий, что это касается не только тех, кто выехал после 24 февраля, но и тех, кто выехал и ранее, ну, например, как вы? — Слушайте, здесь этого коснется всех. Потому что если вы выпускаете джинны из бутылки, то совершенно не видно, что назад вы его туда не загоните. И на первом этапе репрессии будут направлены в отношение одних, а потом отнимать квартиру и собственность можно будет вообще у любого человека. Это как с репрессиями. Десять лет назад власть боролась с ЛГБТ. И тогда представители ЛГБТ всех предупреждали. Ребята, ну вот любой фашистский режим начинает с борьбы с меньшинствами. Сначала ЛГБТ, потом с оппозицией, потом с политическими активистами, потом с журналистами, потом с деятелями культуры. И видите, как бы вот они оказались вправо. С собственностью точно такая же история. Сначала отнимут, грубо говоря, семьи оппозиционеров, а потом они начнут отнимать друг у друга. Так это обычно работает. И история нашей совместной страны Советского Союза показывает, как в 1934 году Сталин начал бороться со съездом победителей, репрессировал половину членов Центрального Совета и почти все руководство. Дмитрий, а как вы считаете, вот такие вот озвученные, да, хотя действительно не исключаем, что это может быть принято и на государственном уровне, вот эти ограничения по отношению тем, кто выехал. Может ли такое запугивание, которое сейчас звучит из уст того же Володина или Медведева, привести к тому, что сейчас те, кто будет попадать под мобилизацию, а мы понимаем, что эти процессы, они на самом деле не заканчивались, так как и указ о приостановлении частичной мобилизации 21 сентября прошлого года, он не появился и не подписан Путиным. Приведут ли вот такие внутренние запугивания к тому, что, ну, кто-то из россиян будет задумываться, выезжать, не выезжать и так далее. Либо же все-таки, ну, тут будет работать инстинкт самосохранения и россияне будут готовы оставлять и свое имущество, а вот те же айтишники, которые хотят обложить там большим процентом налога, которые выезжают, ну, скажем так, действительно будут прерывать, возможно, получение заработка в той же Российской Федерации, но находиться за ее пределами. Приведет ли к таким это процессам? Ну, для начала это приведет к тому, что рынок недвижимости рухнет, да, потому что большое количество людей сразу выставят квартиры на продажу. Это первое. Второе, конечно же, те, кто уезжают, пытаясь спастись от мобилизации, да, чтобы не убивать и не быть убитыми, естественно, для них очень простой выбор, да, ты теряешь либо жизнь, либо собственность. Лучше терять собственность, поэтому таких людей это никак не повлияет. Те люди, которые хотят уехать, которые могут уехать, они все равно уедут вне зависимости от подобных угроз. Те, кто говорят, критикуют, да, что-то делают, все равно продолжат это делать, потому что, ну, а как по-другому? Ты же не можешь молчать. Так что это ни к чему не приведет, но зато власть может позволить себе кому-нибудь отомстить, да, кого-то наказать, у кого-то что-то отнять. Ну, собственно, они и жизни отнимают, да, они теракты устраивают. Они самые настоящие бандиты, которые просто в очередной раз докажут, что они и бандиты, и грабители, и все в одном лице. Да, и хотелось бы продолжить, и хотелось бы поговорить о том, как могут действовать, ну, иммигранты из Российской Федерации, как они могут действовать за пределами Российской Федерации, потому что все-таки там поле действий и поле свободы, оно больше, хотя, несмотря ни на что, понятно, что руки Кремля могут найти и тех, кто находится за границей. Антивоенный комитет России, состоящий из иммигранта, призывая своих земляков выйти на акции несогласия с политикой Кремля, протестовать россияне за рубежом планируют именно 24 февраля, в день полномасштабного падения Российской Федерации на Украину. Антивоенный комитет, среди основателей, я напомню, который предприниматель Михаил Ходорковский, политик Гарри Каспарова, экономист Сергей Гуриев, предлагает оказать юридическую, информационную, организационную поддержку всем российским гражданам, которые хотят принять участие в протестах 24 февраля. Мы сейчас послушаем информацию и продолжим. Путин ведет преступную войну против Украины именем российского государства. Пропагандистская машина Кремля с первых дней войны пытается убедить весь мир и своих граждан в том, что агрессивная война поддерживается большинством населения страны. Но с начала боевых действий из России уехало около миллиона людей, не соглашающихся с путинской политикой. Голос этого миллиона сейчас важен для цивилизованного мира. 24 февраля должно стать днем протеста против путинской войны и днем солидарности с украинским народом. Из сообщения Антивоенного комитета России. Дмитрий, у вас какие планы на 24 февраля? Я понимаю, что еще достаточно времени, да, но каким образом вы можете лично проявлять солидарность с украинским народом в 24 февраля, день интенсификации боевых действий со стороны Российской Федерации? Ну, в этот день я точно где-нибудь выйду, я же пока не знаю, где я буду. Ну, понятно. Какой-нибудь столице европейской, да. Но если в целом говорить, что, например, мы можем сделать, во-первых, понятно, что у нас есть ряд гуманитарных проектов, это Рассвет, который поставляет медикаменты, гуманитарную помощь в Украине, есть Ковчег, мы помогаем российским беженцам. Но надо понимать, что сейчас идет война между, не только там Россией и Украиной, да, это война между диктатурой и цивилизованным миром. И совершенно очевидно, что она ведется на трех фронтах, эта война. Первое – это поле боя, да, то, что видно и заметно. Но есть еще информационная война, есть еще дипломатическая война, и это все тоже имеет большое значение. Ну, например, впереди Рамштайн, да, встреча министров обороны. Впереди Мюнхенская конференция по безопасности, куда впервые не пригласили Путина, там, и российские власти, где будем Россию представлять мы, я имею в виду и Михаила Ходорковского, и Гарри Каспарова, и многих других. И совершенно очевидно, очень важно сегодня, как интенсивно Запад будет помогать Украине. Не только оружием, и деньгами, и так далее. И совершенно очевидно, что это и есть дипломатический фронт, где и, я знаю, команда Зеленского, и украинские политики, и мы в том числе, да, мы на разных встречах с дипломатами, с политиками, с чиновниками убеждаем, что не нужно бояться этой поддержки, не нужно бояться свержения Путина, никакой хаос не наступит. После Путина хуже точно не будет, потому что хуже быть уже не может. Поэтому мы поддержим все эти идеи, включая создание международного трибунала по военным преступлениям в Украине, чтобы Путин и вся его клика рано или поздно оказалась на скамье подсудимых. Результат уже какой-то такой первый есть. Не приписывают только нам. Это, я думаю, все вместе мы сделали. Уже и Европарламент начинает обсуждать, и будет, наверное, резолюция по созданию такого трибунала. И в разных парламентах мира уже поддержали эту идею. Так что я надеюсь, что и военная помощь будет увеличена после того, во-первых, что сделал преступный путинский режим сейчас в Украине. И вот за этой всей трагедией в Днепре просто весь мир следит с содроганием просто. Я надеюсь, что теперь сомневающихся и в Рамштайне, и в Мюнхене на этой конференции безопасности будет меньше. И третий фронт — это информационный фронт. Очевидно, что мы поддерживаем разных независимых журналистов, блогеров в России и за рубежом. И сами используем свои социальные сети, чтобы постоянно рассказывать правду о том, что в Украине происходит. Потому что Россия живет сейчас в условиях тотальной изоляции. Цензура тотальная. Все независимые СМИ закрыты. Фейсбук закрыт, Инстаграм закрыт и так далее. Поэтому вот мы пытаемся прорвать эту информационную блокаду. Так что вот два фронта, где мы можем что-то делать и делаем. Да, Дмитрий. И хочу еще тогда задать вопрос, уже даже не о тех, кто выезжает. Я хочу спросить у вас, какая в ближайшее время судьба все-таки предначерта на Кремлю и лично Путину. Но в вопросе все-таки, забегая наперед, на март месяц 2024 года, когда, соответственно, законодательство Российской Федерации, хотя действительно здесь сложно говорить слово выборы, но так скажу, да, должны пройти президентские выборы в Российской Федерации. Как вы считаете, все-таки в 2023 году Путин в этом направлении как будет действовать? Потому что есть уже ряд определенных информаций, что Кремль начался готовиться к так называемым выборам. Все-таки каким путем пойдет Путин? Вот его бывший экс-пичрайтер Путина, Абаз Галямов, он говорит, что все-таки Путина вынудят назначить преемника. И госаппарат уже как бы не верит президенту, опасается людей Перегожина с кувалдой. Есть иная точка зрения, что ни о каких преемниках не идет речь, и Путин до конца фактически будет бороться за то, чтобы власть осталась его в руках. Вы как бы какой путь видите? Каким путем пойдет все-таки Путин? И что бы могло Путина все-таки сподвигнуть, и, скажем так, чтобы он решился все-таки выбрать преемника из числа тех, кто сегодня находится в кругу? Не то чтобы его общение, потому что, я так понимаю, Путин сейчас уже никому не доверяет, судя по всему, но, по крайней мере, заговорить о том, что преемник как таковой будет. Ну, смотрите, то, что Кремль начал готовиться к президентским выборам 24-го года, стало понятно даже 24-го февраля. Потому что, я думаю, была уверенность в легкой победе в течение 7 дней, повторении крымской истории, крымский новый крымский консенсус и популярный Путин накануне президентских выборов. Они могли даже в случае успеха сделать выборы досрочными, назначить их, например, на 23-й год. Но все пошло не по плану, и совершенно очевидно, что сейчас Кремль столкнулся с очень серьезной проблемой, то, что люди не готовы к долгой и продолжительной войне, да, они хотят, чтобы она быстрее закончилась. Причины разные, да, самые радикально настроенные хотят, чтобы они закончились победой, кто-то хочет, чтобы они вообще закончились, ну и так далее. И, на мой взгляд, у Путина не так много времени осталось для того, чтобы удовлетворить такой запрос. Поэтому мне кажется, что до весны готовится какое-то новое масштабное нападение, контратака и что-то подобное. Это, опять-таки, я говорю о планах, о том, что там думают в Кремле. И по разным сигналам, ну, видно, что что-то подобное готовится. Другое дело, я пока не понимаю, какие есть у Путина ресурсы для того, чтобы каких-то успехов добиться, потому что если он не смог ничего сделать в феврале прошлого года, то сейчас ресурсов-то у него меньше, а у Украины больше. Но пока еще ставка будет на мобилизантов, пока будет ставка, наверное, на вот эти теракты. И это ставка не Минобороны, а это политическая ставка, которую сделал Путин со своим Советом Безопасности, потому что вряд ли такие решения могли быть приняты на уровне руководства Министерства обороны, потому что они требуют именно политической санкции со стороны главы государства. Вот. И ставка на холодную зиму, что Европа там замерзнет. Была такая ставка, что Европа откажется дальше финансировать Украину. Вот. До весны, если ничего подобного не произойдет, если не будет никаких успехов, то, скорее всего, все закончится военным поражением Путина. А если Путин проиграет войну, а проигрыш означает освобождение оккупированных территорий, то, скорее всего, у него уже не будет возможности и сил заставить свое окружение поддержать его в 2024 году. Тогда, действительно, я согласен с Аббасом Галямом, его вынудят уйти, либо уйдут каким-либо способом. А вот как раз он в продолжении говорит о преемниках, о вероятных. И вот он предлагает, ну не то, что предлагает, он озвучивает такую очку зрения, что есть вероятность, что преемник может сам себя предложить обществу. Это как может выглядеть? Я думаю, что преемник, если такой и появится, то это будет означать, что какое-то ближайшее путинское окружение сделали выбор в его пользу. Сам по себе никто не появится. Они все страшно даже боятся намеков на то, что они могут стать преемниками. Потому что Путин работал всегда по принципу разделяя властву и всех вокруг себя ослаблял. Он никому не давал подняться, он не давал никогда сформироваться рядом какой-то сильной политической фигуре. Но если Путин проиграет, если он потеряет поддержку, если все поймут, что дальнейшая конфронтация с Западом бессмысленна, то тогда вот это ближайшее окружение может сделать ставку на кого-то другого, кто будет вынужден договариваться о чем-то с Западом, кто будет вынужден идти на какие-то уступки, кто будет вынужден обеспечить их уже безопасность и дать им гарантии безопасности. Потому что Путин уже не сможет. Кто-то сделал Путин военный преступник, и Путин должен быть на скамье подсудимых. Поэтому любые его друзья, соратники, которые стояли за этой войной, за решениями начать войну и агрессию против Украины, точно такие же военные преступники. И в случае, если Путин проиграет, то они вместе с ним окажутся на скамье подсудимых. Поэтому опасения за свое будущее могут подвигнуть их на какие-то решительные действия по отстранению Путина от власти. Но сам предприемник без их поддержки себя точно никак не проявит. Дмитрий, и еще один вопрос. Возможно, это не в рамках этой программы, это все-таки в рамках других наших программ, которые у нас есть, и более-таки портретное интервью. Но все же хочу у вас спросить, уже в продолжении этой темы. Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик. Какое будущее свое лично вы видите в Российской Федерации? Я вижу только единственную возможность своего дальнейшего участия, это если власть сменится, если появится возможность для того, чтобы страну менять и реформировать, если я буду себя ощущать в безопасности, определенной безопасности, если будет возможность сделать то, к чему мы всегда стремились, то с большим удовольствием я и многие другие вернутся в страну. И я очень надеюсь, что те, кто сегодня уехал, это люди, которые выступают против войны, против Путина, которые хотят строить нормальную страну, не империю, которая отвоевывает чужие территории, а страну, которая будет заниматься решением своих собственных проблем. Я надеюсь, все эти люди тоже вернутся, и в общем-то я все готов для этого сделать. Потому что Россия после Путина, даже без Путина, но с таким же, как Путин, это угроза для всего мира, ты нигде не можешь чувствовать себя в безопасности. Поэтому нужно ее переучередать в страну, нужно ее цивилизовывать, нужно ее реформировать, нужно строить какую-то нормальную страну с демократическим бэкграундом, потому что в противном случае, даже если Путин потерпит военное поражение, то могут через какое-то время возникнуть реваншистские настроения, и все это может повториться, к сожалению. Дмитрий, огромная вам благодарность за участие в эфире на телеканале Freedom. Я напомню зрителям, что на связи с нами был Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик.